Дорогая, я правда обольщен, что ты продолжаешь мне звонить, но ты должна покинуть гнездо рано или поздно, или... Он у них, Вин, они забрали его. Забрали кого? Прошу, дитя, успокойся. Я в квартире Рейдера, но его тут нет, место выглядит так, будто пустует уже несколько недель. Следов сопротивления нет? Никаких, всё оборудование на своём месте, словно его вообще не трогали, он бы его так не оставил. Дай мне минутку для расследования, мне довелось узнать, что у Рейдера установлена скрытая камера. Боюсь, твой друг был над параноиком, к счастью для нас его система безопасности может пролить свет на эту тайну. Погоди, чего? Ты шпионил за Рейдером? Не смеши, дорогая. Конечно же, да. Как... так же, как шпионил за тобой. Ты же не можешь просто проникнуть в... Ах, вот оно. У меня есть кое-что. Видеозапись. Временная отметка спустя три дня после смерти Абнера. Отправляю её тебе. Ты была права насчёт того, что оборудование словно совсем не трогали. Он даже не очистил историю браузера. Больше всего беспокоит... Ах, боже мой, как восхитительно отвратительно. Хватит влезать в личное пространство Рейдера. Что ж, давай посмотрим вместе. Не сожалеет о смерти доктора Солареса больше, чем я, мистер Райдер. Случившееся было трагедии, но трагедии неизбежны. Я отчаянно хочу использовать процесс доктора Солареса для помощи людям. Подозреваю, что вы тоже. Вы ничего обо мне не знаете. Прошу, мистер Райдер. Вы проживаете в юрисдикции Моноразума. Мы знаем всё. Мы знаем о Мине. Мы знаем, как его погружение в преступный мир стоило ему жизни. Не смейте говорить о нём. Не смейте произносить его имя. Я знаю ваши потери. И я знаю, что вы делаете всё для того, чтобы придать смысл его смерти. Видите ли, я понимаю вас и вашу борьбу. Я предлагаю вам возможность сделать что-то удивительное во имя Мина. И что, пообещаете, что мы снова сможем быть вместе? Нет, что мертво, то мертво. Но с процессом Солареса мы сможем предложить живым людям альтернативу неизбежному. Тела всегда будут умирать, но разум можно спасти. Никому не придётся терять любимых. Никогда. Но Абнер ясно дал понять, что вы не должны заполучить его. Я, конечно, не люблю говорить плохо о мёртвых, но Абнер Соларес был сумасшедшим отшельником, чьи годы изоляции свели его с ума. Утаивать свои исследования было крайне эгоистично с его стороны. Он был параноиком, помешанным. Его свела с ума борьба за то, что уже погибла мистер Райдер. Я же борюсь за то, что ещё жива. Полагаю, что так. Однако Ноа... Ноа Соларес, молодая девчонка, неспособная понять, через что мы с вами прошли. Спросите себя, она когда-нибудь утешала вас должным образом? Она когда-нибудь понимала вас по-настоящему? Я всегда думал, что она пытается, но у неё и своих забот по горло. Ведь так? Полагаю, что так. Однако Ноа... Нет, нет, можете. Имея конструкт в нашем распоряжении, мы можем обратно спроектировать процесс, с помощью которого он был создан. Вместе мы можем изменить мир, мистер Райдер. У меня его нет. Прошу, мы отследили сигнал до этого места, и не тратьте моё время на бессмысленное отрицание. Вы опоздали, его переместили. Прошу, мы отследили сигнал до этого места, и не тратьте моё время на бессмысленное отрицание. Он у вашей напарницы Ноа? Хотя это не имеет значения, прошу прощения, что потратила ваше время. Теперь я вижу, что прийти сюда было глупой затеей. Погодите, где тот мужик в халате, который был с вами раньше? Кадир. Он больше не работает с нами. Получается, вы остались без ведущего исследователя, без инженера. Тогда, возможно, я всё ещё могу вам помочь. Каким образом, мистер Райдер? Я тщательно осмотрел конструкт, когда он был у меня. Возможно, я смогу помочь с реверс-инжинирингом отдельных его частей. Вы правы, но никогда не понимал, что я делаю всё это для Мина. Если она до сих пор этого не понимает, тогда, может, всё это время я был не на той стороне. Если вы помните код конструкта, тогда... Добро пожаловать в Моноразум, мистер Райдер. Нам предстоит много работы. Ну а, дитя, ты в порядке? Он бросил меня, Гвин. Райдер меня бросил. Спокойствие, но спокойствие. Что мне делать? Он считает меня чудовищем. Бедняга Райдер, всё это время, он чувствовал себя так же, как я сейчас. Он всё время насылал к себе эту боль утраты. Я была нужна ему, а мне даже не было до этого дела. Он ушёл. Я совсем одна. Гвин, Гвин, я не могу дышать. Послушай, Нуа, ты слушаешь? Ты должна понять. Райдер не бросал тебя. Не больше, чем ты его после смерти отца. Разве ты не слышала? Крал запомнила пустоту в его сердце пустыми обещаниями. Не вини его и его сломленную душу. Вини корпорацию. Эти ублюдки – мерзкие куски дерьма. Послушай, любимая, вот что мы сделаем. Сперва ты сделаешь глубокий вдох. А затем встанешь с пола. Давай, сейчас. Отлично, девочка моя. Твой друг заблудился в моменте. Но мы вернём его обратно. Как? Скажи, как. Ты забываешь о том, кто я, дитя. Ты забываешь, на что я способен. Дай мне разобраться с ними. Я запущусь в самый жёсткий джек-мув на их задницах. Я думал, ты никогда не спросишь. Собирайся и отправляйся к бункеру в конце реки. Тебе предстоит опасное путешествие, но убедись, что привела все свои дела в порядок, прежде чем уйдёшь. Пора засучить рукава и замарать руки, птичка. Встретись с Гвинном в секретном бункере у конца реки. Но наконец-то я в то место попаду. В сети Райдер Мин, 2114. Райдер, ты кусок бага. Мин, что ты, детка? Что случилось? Райдер, твой босс сказал мне, что устал видеть в моё лицо. Он хочет меня прикончить. Теперь за мою голову причитается нехилая награда от мафиози. Потому что они считают, что я отвлекаю тебя от работы. Меня так всё это задолбало. Я поговорю с ними. А затем свалишь от них. Правильно, Мин. Мин вышел из сети. Мин, ты чёртов трус. Так. Ну, видимо, он поговорил, его убили. Скорее всего так. Хотя там говорят, что он где-то в перестрелке погиб. Так. Появились новые дел. Появились. Ну, а рады тебя видеть, давно не виделись, а? Корпораты в последнее время на взводе должно быть что-то их беспокоить. Эй, куда ты так бежишь? По сравнению с тобой, я теперь практически черепаха. А всего лишь на определяющее противостояние с одной из корпораций. Я собираюсь устроить ядерный кибервзрыв прямо на пороге моноразума. Твою ж деку. Нужна помощь? Я могу оперативно собрать своих ребят. Безобидно, думаю, мафия последняя, что нам ещё нужно в этом полнейшем пределе. Справедливо. Если дела пойдут плохо и тебе нужен будет быстрый водитель, то дай знать. Хорошо, я прикачу в мгновение ока. Или в мгновение дэша. Как вариант. Где-то была за городом и даже не отравила цифровую открытку. Так, туда мы пока не пойдём. Ладно, сюда сходим. Что он нам скажет? Мне очень жаль, что всё так вышло с райдером. Всё очень плохо, пап. Ты найдёшь способ снова провести всё в порядок. Я это знаю. Но я уже облажалась. Помнишь, когда ты была ещё совсем девчонкой, ты переехала того маленького птенца на своём новом велосипеде. Ты тогда так расстроилась. Мы думали, что он не выживет и уж тем более не будет летать, но он взлетел, даже несмотря на то, что ты облажалась. Мама сделала для него электрическое крыло. Птица-киборг. Ки-птичка. Это было невероятно мило. Думаю, в тот день ты узнал нечто очень важное. Да, и что же это было? Что всегда стоит бороться за то, что ещё живо. До конца. До недавнего времени я был не так умён, как ты. Я боролся за то, что уже мертво. И теперь райдер делает то же самое. Но скоро он осознает свою ошибку. Я в этом не верен. Что если он не захочет вернуться со мной? Тогда будешь крушить всё вокруг до тех пор, пока ему не останется ничего, кроме как прийти в чувства. Ты Саларес. Если что-то и определяет нас, так это упрямство. Окей. Бежим. Бежим со всеми дальше болтать. Не расскажите, какие у вас сегодня пиццы дня. Разумеется, у нас есть резня. Очень интересный вкус. А если вы в настроении для классики, то как насчёт старой доброй пристрелиты? Говорите, у караст мафии насчёт только предполагаемое убийство гражданских? Совершенно точно, у нас семейное заведение. Дети нас любят. Закажите своего сегодня. Скажите своего сегодня. Да. Боже, я в курсе, что ты паришься насчёт работы, но и спать не иногда нужны. Сон творит чудеса. Да, мы в начале игры два раза поспали, но на всю оставшуюся хватает. Никогда не задумывалась, меняет ли ежедневное употребление одного и того же супа слабшой состав твоего тела. Чего? Никогда не задумывалась, меняет ли ежедневное употребление одного и того же супа слабшую состав твоего тела. Так понятнее. Почитал неправильно. У меня на этой неделе день рождения. Днем почти рождения. Спасибо, рассчитываю на реактивный ранец. Он бы точно поднял мой дух. Выглядишься решительно. Я отправляюсь на войну. Держись в моноразум. Ты собираешь всех киберпространственных войн для эпического противостояния? Черт, ну а если бы только у меня была эта последняя часть теплопроводного гиперпровода для моей деки? Все в порядке, Сэл. Тебе не обязательно идти. Ладно, тогда в следующий раз. Точно. Расскажи мне потом, как все прошло. Так, у твоих вообще никаких диалогов новых. Здесь ничего. Так, этот вернулся, походу. Вернулся в Брайттаун? Ага. Я вроде как поспособствовал своему увольнению. Подожди. Только не говори мне взорвавшаяся моноразумовская электростанция твоих рук дело. Ну, я мог перегрузить реактор с слишком большим количеством входных данных тройной треангуляции координат обратного вызова. Или нет? Что это значит? Я просто жал на кнопку, пока та штука не взлетела. Они написали мне грозное письмо и все такое, прежде чем уволить. Уморительно. Хорошо, что ты вернулся. Рад вернуться. Так, ну по факту вообще его бы не отпустили. Просто так его бы арестовали, убили и так далее. Нас, в принципе, тоже после убийства отца, как бы мы тоже бы не отпустили, потому что они взяли бы под стражу, иначе мы же все разболтаем. То есть здесь немножко такое непонятно. Корпорация, то есть вроде как... Вроде как и злодеи, и тут же всех отпускают. Так-то очень сказочно. У меня какое-то странное непреодоримое чувство, будто вот-вот все изменится. Это пугается. Так, а здесь же тоже у нас невидимый человек, да? Нет, куда-то он уходит постоянно. Мисс Саларес, прежде чем вы начнете кричать на меня, вы должны знать, что скоро проблема может исчезнуть сама собой, так что можете поберечь связки. У вас проблемы, юная леди? Потенциальные. Я вот-вот свяжусь в одну большую передрягу. Это то, что нужно сделать, но может быть скоро вы сможете подыскать более тихого арендатора. Тьфу, не будь дурой. Если я чему-то и научился, постоянно перебывая в вашем балагане, так это тому, что вы никому не позволяете помыкать собой. У вас есть боевой дух, так что идите и бейтесь с теми, кто вам насолил. Только не со мной. Искать нового арендатора в любом случае большая морока. Спасибо, мистер Уизерс. И начните выставлять свой мусор ко времени сбора, не после. Это не так уж и трудно. Я вчера ждал доставочного дрона, а он разбился. Вместо извинений компания хочет, чтобы я оплатил его ремонт. Но я не могу себе это позволить, он же безумно дорогой. Эй, ну а если с тобой что-то случится, я могу забрать твою коллекцию кактусов себе? Да, конечно. Ну а привет, мы тебя так долго не видели, что подумали, будто ты перешла к более хорошим и великим вещам. Ты вышла замуж за онлайн-принца, перебралась в его киберпространственный дворец. Тебя не было из-за волшебного медового месяца? Эм, нет, я... Ты усыновила пять очаровательных пингвинов и пересекла внешний мир, чтобы добраться до океана и спасти их? Так, дай... дай слово дайверу, сестрёнка. Я, возможно, начала небольшую войну с одной из корпораций, с крупнейшей из них. Думаю, я должна справиться с этим в одиночку, но не беспокойтесь, у меня всё схвачено. Принято, но мы всё равно будем наготове, всё для вас с райдером. Точняк, я подготовил свой любимый комбинезон, на всякий случай. Так, ну походу мы пойдём в одиночку, нас, короче, начнут, так скажем, прижимать, убивать, и потом они все появятся. То есть и эти появятся, и вот эти две сестры, и этот Гвин, наверное, придёт. Плюс тот Шен или какого-то, который с мафией тоже придёт. Видел на трансэкране, что моно-разум работает над чем-то крупным. Очень любопытно. Да, блин, никакого стрикса сегодня. Горелый провода чел. Всё верно, информационные войны длились 19 лет. Большая их часть прошла в киберпространстве. Правительство против корпораций. Быть подключенным в 19 лет нехерый срок, правда? Даже если быть... Даже если брать перерывы. Привет, Эм. Я тут немного занята. Предательство друга, виртуальный отец, злая мега-корпорация. Ну, знаешь, всякая скучная фигня. Но когда всё закончится, не хочешь пообедать вместе? Да, с удовольствием. А пока подумай над каким-нибудь особенно изобретательными подколами для меня, ладно? Я постараюсь. Увидимся, ла-ла. Ла-ла. То есть мне сейчас стоит породать все свои акции Моноразума? Благодарю за инсайдерский совет. Да, не за что. А здесь что? Нокс, а это который ходит. В последнее время я пытаюсь осмыслить концепцию разных времен года, но... Погода резко меняющаяся 4 раза в год, словно по каким-то случайным часам. Звучит уж слишком не жизнеспособно. Прости, но у меня больше ничего нет. Гориллы и Гигафлопсы. Так, это вообще... А, всё, закрыто. Он же ушёл нас встречать. Так, ну ладно, мы быстренько пробежимся туда. Так, ничего нового. Мы с женой надеемся, что наш запрос на усыновление будет принят. Но я не думаю, что корпорации действительно уважают наш образ жизни. Кто они такие, чтобы сомнить нас? Так, этого нету. Это не говорит ничего. Я не то чтобы сильно возражаю против своей работы. Платят хорошо, да и компания мне нравится. Ангела прелесть. Анжела, наверное. Даже если большинство парней просто нервно трепятся, а техники всю ночь. Кто я? Я не понимаю, о чём вы. Потому что меня тут никогда не было. Ха, 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 ха. Прошу прощения. Корпорат параноик. Воу, что с лицом? Мне не нужны проблемы, хорошо? Испуганный громил. Так, ну, видимо, всё. Со всеми поболтали. Ладно, идём. А, можно ещё? Наверное, это не слишком-то обязательно. Так, куда это я зашёл? Куда, к корпорации сходить? Они же тоже могут что-то новое говорить. Клинать, что-то изменилось в воздухе. Я всегда чувствую такие вещи. Эти ничего не говорят. То же самое, то же самое. Ладно, короче, здесь мы уже не будем ходить. И сегодня они всё говорят то же самое. А если мы проникнем опять в корпорацию? Будет ли что-то или нет? Наверное, здесь сейчас... Так, здесь сохранюсь. Если что, потом просто загружусь, чтобы обратно не бежать. Всю эту локацию. Что здесь мы можем так же пройти. Так, всё на месте. Так, а мы здесь... А, нет, не можем. Скорее всего, здесь, наверное, ничего и не будет. Сейчас в тупик упрёмся куда-нибудь. Здесь ничего. А мы там, кстати, не были внизу. Куда, наверное, не попасть. Смысл, что я сейчас опять сюда прибегу. Так, ну к этому ладно. Так, это дольше. Так, ну сюда мы ходили. Что? Что сейчас происходит? Почему он здесь ходит? А, ну это просто баг. С ним нельзя поговорить. То есть игра не ду... А, можно наверх подняться? А, вот здесь уже сквозь сети ходим. Короче, игра не предполагала, что я сюда вернусь. Хотя лифт работает, значит предполагала. Иначе бы они лифт сделали нерабочим. Фонтан непонятный. Так, ладно, в общем. Отец живой ходит. Но по факту он не должен здесь ходить. Горе игра просто не предполагала, что мы сюда вернёмся. Ладно, загружаться я не буду. Так и быть, добежим отсюда. Вдруг этот баг как-нибудь посодействует будущим. Так, конечно же, вряд ли. Так, нам главное там не упасть опять. Так, здесь скорость уменьшим. На всякий случай. Вниз не падает, упало только туда. Так, ну всё, теперь по-быстрому бежим. Да, нам там надо. Так, вот всё подряд упираюсь. О, это уже ничего не говорит, что типа здесь опасно. Аккуратнее. Значит уже не опасно. Так, ну теперь точно туда. И так, больше другого пути нет. По-любому нам откроют. Отлично. Бункер ночных сов. Удачи, чувиха-дайвер. Хотя я не думаю, что она тебе понадобится. Ты сотрёшь этих моноразумовских придурков в порошок. А это куда? А, сюда. Так, ну это видимо, чтобы просто восстановить здоровье. Сейчас, скорее всего, сразу поём в битву. А, ну а добро пожаловать в наше скромное укрытие. Чувствуй себя как дома. Я знаю, как сильно ты расстроилась в квартире Райдера. Не очень жаль. Давай просто разнесём всё к чертям. Так, дерзко. Хорошо, любимая. Своего не упустишь. Но прежде чем мы перейдём к делу, у меня есть новости. О, наблюдать о наблюдателе, болтающемся в мейнфрейме моноразума. Именно об этом. Давай посмотрим. Я смог расшифровать его способ общения. Мы даже поболтали. Довольно философский разговор вышел, на самом деле. Кажется, это нечто большее, чем простое безобидное ие. И что же это? Вирус, управляемый алгоритмом, который дал мне сам загадочный ие. Сеть моноразума крепкий орешек даже для меня. Я бы не смог написать ничего более качественного, чем это. Возьми это с собой. Подключись к мейнфрейму. Должно сработать и разрушить всё, что пожелаешь. Ты доверяешь ие из их собственной системы? Да ты прикалываешься. Не понимаю, почему бы и нет. Я осмотрел его и даже добавил свой собственный штрих. Думаю, ты уже знакома с Молом и его товарищами. Они одни из лучших хакеров и номеров информационных войн. Мол сможет достать всё, что тебе потребуется. Наконец, мы с парнями работали над небольшим подарком для тебя. Супер, вы получили джек-мув ошибка сегментации. Так, ошибка сегментации, физическая, расход 0,0. Ваши враги будут дрожать от страха. Эффективно против врагов физического типа. Подходи ко мне, когда будешь готова. Говорите с дядей гвином, когда будете готовы выдвигаться. У нас есть множество игрушек, которые помогут тебе во время миссии. То же самое. То же самое. То же самое. Я подсчитал, что твои шансы на успех в этой миссии равны 110%. Шанс выживания моноразума равен 0. У тебя всё получится. А, это туда сходить. Сходим. Привет, пап. Хочешь верь, хочешь нет, но я направляюсь в логово моноразума. У меня было предчувствие, что всё, что строится рано или поздно, должно взорваться. Ага, не думаю, что могу и дальше это откладывать. Пожелаешь мне удачи? Я могу сделать большее, милое. Возьми меня с собой. Чего? Ни за что. За это слишком рискованно. Однажды я уже потеряла тебя. Я твой козырь. Возможно, он тебе и не нужен, но всё равно возьми меня. На всякий случай. Это то, чего я хочу. Но мы с тобой заодно. Дай мне помочь. Я буду осторожна, обещаю. Спасибо, милая. Задай им жару. Я люблю тебя. И я тебя люблю, папа. Возьми меня с собой. Короче, после каждого диалога что-то новое появляется. Так, раз мы проверим. Сохраняем здесь. Чисто проверить. Появились ли новые диалоги где-то вообще далеко в городе. Логичные, чтоб нет. Нелогичные, если да. Потому что, как бы, кто решит после краткого диалога, тем более, где там находится совсем рядом, возвращаться, чтобы послушать новые диалоги. Вроде диалогов наук нет. Так, один есть. У меня на один день один, а ну это... Это ладно, это было. Так, хорошо. Новых диалогов нет, поэтому... Просто загружаемся. Продолжение следует... Так, и идем. Куда-то. Эта канализационная система приведет тебя к комплексу моноразума. Боюсь, когда ты отправишься туда, пути назад уже не будет. Убедись, что восполнила припасы и привела все свои дела в порядок. Ты готова, дитя? После входа в канализационную систему вернуться будет нельзя. Рекомендуемый уровень для прохода. Продолжение 21. Вы готовы? Неа. Нужно все деньги потратить. Зачем они? Так, покупаем, покупаем. Это я не знаю, как так подсистемную атаку. Не прошла она. Так, этих сколько? 7-4. Денег 52 тысячи. Вот пакеты данных надо много взять. Тысяч на 25. Здоровье у нас три есть. Возьмем еще. Будем в основном хилиться, если что, другим-то. Ну, а это, наверное, нам ничего не нужно. Так, возьмем 40. Там остатки. Все, так будет нормально. А теперь мы готовы. Так, а мы 21 уровень. Можно взять 22. Сначала игры прокачались, и, в принципе, все хорошо. Продолжение следует...